как как вот вы это переживаете как вы учите в своей церкви что такое хождение в святом духе ну я бы здесь сказала такие вещи что само хождение как понимание ходить в духе мы прям вот прямую до фразу не найдем хождение в духе да я очень люблю место где павел говорит цитируя до писания что я вселюсь в них и буду ходить с ними вот и здесь вот хотелось бы сделать такой акцент что иногда мы говорим что я хожу с богом да некоторые виду ходит со мной то есть кто за кем ходит это вот тоже такой вопрос поэтому нужно определиться вообще я веду бога за собой или бог меня направляет действительно вот поэтому да бог вселился в нас вот я обожаю этот просто стих потому что для меня это въезд когда очень похоже когда мы переезжаем в какую-то новую квартиру и мы туда привозим все самое лучшее мы все в делаем самым прекрасным образом это же самое сделал бог да то есть он все самое лучшее дала дал самого себя оперу и все обетования какие есть это все принадлежит нам все это имущество царства божьего вот поэтому хождение когда хождение в духе у меня ассоциируется больше всего поступать по духу вот хождение духу это это скорее всего поступайте по духу и вы не будете исполнять уж деление плоти а чтобы поступать по духу нужно наверное знать слово божие то есть поступать по слову поступать по духу это равно поступать по слову это хорошо чтобы что вы это упомянули потому что на самом деле особенно мне кажется в начале своего христианства многие люди проходят через такой этап когда они вот хождение в духе воспринимают настолько буквально ног даже не то что буквально а настолько дотошно вот прям вот тут совсем совсем вот просто вот идти мне сегодня утром на работу или не идти что есть мне это или не есть ну и так далее пить и не пить там я имею ввиду нормальные напитки вот то есть вот настолько вот какие-то самые мелочи уже даже что человек как будто нас такой настолько закапывается в этом во всем что в какой-то момент устает вы перестает вообще что-либо спрашивать или просто идет и идет мне это напоминает знаете такую езду на маленьком велосипеде когда ты садишься у тебя педали не туда а есть ручка у бога и он тебя везет вот и это хорошо когда мы совсем во младенчестве да и действительно бог нас иногда так и и несет иногда на руках написано и в старости он носит нас на руках да то есть когда мы уже становимся вот такие немощные то есть когда мы младенцы вроде да еще совсем неопытный и когда мы уже совсем старенький чисто может быть физически бог нас действительно помогает нас провести где-то. Но я думаю, что Господь всё-таки дал нам разум. И вот мы говорили тоже, что когда Бог дал нам веру, Он не забрал у нас мозги. И это очень здорово. То есть Он позволяет нам думать, Он позволяет нам ошибаться, Он позволяет нам учиться, позволяет нам любить все Слово. Будет ли это хождение в духе, когда ты ошибаешься? Ну, непременно, потому что, да, даже Пушкин сказал, и, да, опыт сын ошибок трудных, да, то есть опыт в христианстве это тоже наше взросление. И почему мы и учимся ходить так же, как мы учимся ходить в жизни, так же мы учимся ходить и по духу, то есть поступать по Слову. Иногда получается только по плоти поступить, к сожалению, да, то есть сделать то, что твоя... Ну, приобрести некий опыт, чтобы потом исправиться и как-то откорректироваться. Пастор Андрей, что для вас такое? Вообще, нужно ли с Богом согласовывать каждый шаг в своей жизни? Я думаю, что это немножко по-другому выглядит. Есть просто разные разные этапы духовного роста. Есть такой этап, когда ты как росток из сухой земли, ты тянешься к Богу. То есть он как бы цель для тебя. И в этот момент, это такой страдательный момент, ты как пилигрим, как странник, да, ты ищешь его, ты ищешь его лица, ты нуждаешься в нем, ты... он... Вот тебе нужно подняться туда. Но есть такой момент, когда человек земной становится небесным, когда он не тянется к нему, а он действует по причине. То есть Бог становится причиной. То есть есть, когда Бог как бы... не причина, а когда Бог ответ, или как это сказать, когда Бог цель. Да, цель. Да, это то, что как бы ожидается в конце. Вот. Через там страдания, через духовные поиски. А есть ситуация, когда Бог уже причина твоих поступков, причина любви, которую ты испытываешь. И в этом состоянии, вот в этом состоянии, человек действует совершенно, может действовать совершенно. Поступать и действовать совершенно. Это возможно. Я думаю, что... что хождение в Духе, это важно. Я, кстати, согласен с вниманием к Слову. Это было важно сделать, да. Спасибо вам, что вы обратили внимание на Слово Божьего, потому что Дух Святой является автором. Кстати, это одно из его имен. Он автор Слова Божьего, на самом деле, да. Вот. Это важно. Но также мы должны не забывать, что формальное отношение к Слову, это еще не всегда движение в Духе Святом, да. Хотя Дух же Святой и автор Слова, и Он открывает нам Слово. И у всего есть Дух. Я так скажу. Например, есть обида. И если мы встречали более чем одного обиженного человека, то мы должны были заметить, что обиженные люди действуют одинаково. И похожи немножко. Очень похожи, да. Очень похожи от действия. Один обиделся, сел на этого коня, другой сел на этого коня, третий поскакал на этом коня. И у них текст один и тот же абсолютно. Они ходят в духе обиды. Они в духе обиды, да. Почему текст? Если обиды разные, почему текст один и тот же? Почему рефлексы одни и те же? Почему реакции одни? Почему философия та же самая рождается? Или гния. Там целая есть философия у человека. Или жадность. Да, человек, который не видит смысла в своей жизни, потерял, он в твоей жизни тоже не видит смысла почему-то. Ни у кого теперь нет смысла в жизни, потому что у них... И люди транслируют, то есть становятся как бы медиумами и оракулами тех духов, которые стали причиной вот этого действия. Да, под чьё действия они попадают. И ясно, что человек так же может попасть под действие Святого Духа и действовать в высокой любви, да, и он начинает действовать так, ему слово открывается, ему становится понятно, то, что в слове он действует, и ему легко тогда исполняется слово. Нет вот этого принуждения. Сразу попрошу, многие сейчас, я прям чувствую оттуда вопрос, а как оставаться именно под влиянием только Святого Духа и не подпадать под какие-то другие? Да, поэтому для меня, например, очень важно, чтобы люди, если люди хотят быть под действием Святого Духа, реально под действием, то очень важно менять своё состояние, то есть отслеживать своё состояние. Состояния бывают высокие, бывают низкие. Вот есть состояние Царства Божьего, праведность, мир и радость в Духе Святом сказано, это высокое состояние, а есть низкие состояния. Высокие состояния нам открывают, как раз ключом к ним является слово Божье, ключом к высоким состояниям. Мы сначала узнаем через проповедь, через слово, мы узнаем об этом, что это есть И мы поднимаемся туда Ну, например, есть такая любовь, когда ты можешь возлюбить даже врага Это слово Божие открывает, когда оно говорит Не поступайте, как язычники, которые любят только тех, кто любит их И когда ты попадаешь вот в такое состояние Невозможно быть в этом состоянии и не видеть, как дух свой движется Смотрите, но многие ведь думают, что мое состояние Это как отражение того, что есть вокруг меня То есть это влияет, ну не знаю, человек сидит в долгах, например То есть у них нет ответственности за свое состояние Они думают, что это рефлекс, да? Ну да, рефлекс, да То есть они рефлексируют на какое-то окружение их На их ситуацию, в которой они оказались Но также еще и многие наверняка задаются вопросом тогда А как менять свое состояние? Каким образом? Что сделать? Вот есть в одном месте написано Дайте вина грустному сердцем, пусть он забудет о своей печали Это вот об этом речь? Это очень сильный вопрос, очень хороший О том, как менять состояние И действительно, пастор Андрей, он, можно сказать, специалист Именно потому, что я очень признательна ему Мне кажется, он один из немногих, кто в христианстве поднимает тему этих состояний Потому что мы говорим там, в вере ли ты находишься, исследуй себя Как человеку понять, находится ли он в состоянии веры Если даже я сейчас устал, в состоянии ли я веры? Я не чувствую себя таким, как бы, например То есть ты думаешь, ты в чувствах каких-то То есть состояние — это больше такая мобилизация действительно всего организма, наверное, всего существа твоего Но важно именно осознавать И Писание говорит, весел ли кто, пусть общается с другими, унывает ли кто, пусть псалмой, да, печален ли кто, пусть молится То есть молится, изливая ли только печаль, или обретая в Боге надежду Здесь важно именно осознав своё состояние, что ты находишься в упадке Попросить Бога, чтобы он пришёл И вот мы начали с этого эфира называть его имена Если у тебя есть уже уверенность, что Бог — он Бог надежды, что Бог поддержки, Бог любви, Бог вдохновения Даже обличение будет тебе приятным Зови его, зови его по этим именам Приди ко мне, утешь меня, я жду тебя, я знаю, что ты благой Я знаю, что ты добрый, мне нужно, чтобы ты дал мне переживание, что ты меня обнимаешь, что ты близок И поэтому ты призываешь И Писание говорит вообще, что молящийся есть один дух с Богом То есть и молитва эта, она есть и как прямое обращение, так и слышание молитвы Много разных видов И Новый Завет нам как раз мы сегодня собрались В том числе, потому что Пятидесятница Потому что Дух Святой не оставил нас сиротами Он пришёл, он наполнил не просто как тихий шёпот даже ветра Он пришёл как громогласный огонь, он пришёл как могущественный гудящий ветер И сказано, что он облекает нас силой и наполняет изнутри И всё это он, который слышит нас Да, да, я абсолютно согласен Можно, конечно, дать конкретные советы как человеку Вот, Виктория, один вы дали В Христианстве два есть пути Один — это путь как раз принятия, когда мы имена называем, кем является Бог А другой — путь отрицания, наоборот Кем он не является Кем он не является И тот и другой приводят в разные моменты, в нужные состояния Когда мы говорим, там Бог говорит, чему подобить меня? И мы перечисляем, что ты не то, не то, не то, не то И мы попадаем в состояние, в определённое состояние, когда мы понимаем, что он бесподобен Это превыше нашего ума Да, но он велик Вот, и мы понимаем, что мы даже так же можем Мы знаем, что Бог есть любовь, но какая любовь? Библия говорит, вкусите и познайте Глотская, не такая, не жарная, не грубая И когда мы говорим, не такая любовь, ты не такая, любовь не такая И мы ищем этим самым ту настоящую его любовь, которая Божья любовь И когда мы попадаем в это, да, а это уже опыт поклонника, скажем так, да Это то, что делает поклонник Это работа его души И он попадает в это состояние Сталкивается с величием Божьим, с могуществом Божьим, да И попадает, и мы всегда должны понимать, что, конечно, это высокие состояния И просто нужно уходить от теоретического такого подхода Есть теория, это важный момент, конечно Но мы должны понимать, сколько ни говори вода, не напьёшься Сколько ни говори еда, не наешься А Библия говорит, вкусите и познайте, как благ Господь Да, потому что это тоже состояние, да, переживание Это состояние, да, это состояние, потому что иначе мы начинаем просто умничать Мы уходим в это умничание, да, и у нас прекрасные слова, но потом не очень хорошие характеры А вы вот правильно сказали, потому что вы начали подводить к плодам духов Когда вы говорили о хождении в духе, да, это же приводит нас к плодам, к его плодам в конечном итоге И цель хождения в духе — это обретение плодов духа, которая перечисляется в Библии Которая есть и любовь, и все вот эти радости, долготерпения Друзья, пятая, если кто хочет понять, в духе он, не в духе Какие имена Бога и чего мы ожидаем от этих состояний, да, какие имена у этих состояний Пятая глава послания Галатам, 21 и 22 стих 20 и 21 стихи — это то, кем Дух Божий и пребывание в Боге не являются И там сказано, что дела плоти известны Суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное Плод же духа — вот они, состояние духовное Это любовь, это радость, мир, долготерпение, благость Вот благость долго не могла понять, что это такое Это доброта И вот говорят, добрый человек, просто поступи с ним по-доброму То есть Бог благой, Он добрый Бог И милосердие, вера, кротость и воздержание Если ты находишься в таких состояниях Есть еще вот целый букет Может быть, ты пребываешь в кротости Но ты не знаешь, что такое радость Что такое мир Это все есть в Боге Зови это тоже Я все-таки на своей Призывай, наполняйся, расширяйся в этом познании Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому